...выключают этих машин, и все они сразу же не особо... А вот это установили точно только сейчас, в этом году. Вот недавно... Ну, к тому же они установили как? То есть все эти методы как сделаны? Они же не говорят, что именно этот транскоррекционный фактор вызывает такую экспрессию. Они просто вот взяли клетку, посмотрели, что экспрессируется в этой клетке и какие транскоррекционные факторы сидят. И посчитали проявляции. И считали, что вот они вот так вот работают. А может, оно еще не так работает. А установить это они не могут. Причем не нужно это делать, и оно все не работает. В том смысле работает. Но вот... Хотя на самом деле все новые лекарства, которые на основе всей новой генетики сделаны, они почему-то не работают и проходят клинические испытания и так далее. Большая проблема сейчас. Технологическое решение или идейное? А там есть технологические проблемы. На клетке белка мы работаем все еще тяжело. И вот я говорю, что если у нас есть мутация в том же, кодирующей последовательности белка, мы не можем понять, как это влияет на трехмерную структуру белка и что же меняется. То есть мы не можем предсказать вычислительно это. Возможно, это идейная проблема. Нужен какой-то подход к изменению регулярной динамики. Но пока никто не может это сделать. Для этого нет дешевых мутаций. А чтобы экспериментально проверять белки, это огромный день. Огромная консорция, это делается, но очень медленно. Значительно медленнее, чем мы накапливаем геномные данные. Это же США сейчас в основном наносили это все. Вот эти новые проекты, это американские, да? Да. И они действуют? Или они уже закрыты? Нет. Код все еще действует. И Фантом. Но Фантом в основном японский. А в России вообще нет. Ну, мы участвовали в Фантоме. А, только участвовали. Да, мы только участвовали. Но такого крупного проекта по биологии мы не начинали, да. Определение строго есть, процесс сегвинирования. Ну, что это вообще, какая это цель, этот процесс? Это определение последовательности мономеров в полимере, который ДНГ. То есть мы просто определяем последовательность, из каких состоит мономер. А получается какой-то продукт, который можно продать, например? Или это чисто звено цепочки? Вот Крэб Винтер, он пытался патентовать гены в последовательности. А ему прикрыл США, собственно, всю эту историю. Он сказал, что последовательности генов нельзя нашептовать. То есть патентовать. Да, пытались вот найденные там, если с человеком это еще одна история, с дрожжами, например. Есть специальные геновые инженерные дрожжи. Пытались их полностью патентовать. Кстати, сейчас все это как ноу-хау используется. Просто закрытая информация об геновом. Пытается никому не отдать. Китайцы уже украли все. Ну, китайцы уже украли. Ну, китайцы уже украли. Ну, это да. И у Китая есть огромный центр секвенирования, который использует весь мир. у которого есть все последовательности, которые люди на Сингапуре. А сначала, когда они сцены построили, то, что информацию они собрали со всех, кого могли. Ну, это да. Да. Сингапур тоже, наверное, то же самое сделал. Ну, по Сингапуру не знал этот проект. Сингапур, кстати, участвовал в данном проекте. Что интересно. Применение, ну там, я не знаю. А пытаются. Есть фирма в Питере, например, которая пытается сделать систему диагностики моногенных заболеваний. То есть вот редких совсем. То есть это вот, где точно известно, что вот этот ген ломается из-за такого набора мутаций. Собственно, на всем этом секвенировании у них сделан достаточно разумный коммерческий продукт. Какой-то медицинский центр и всех, допустим, новорожденных прогонять через этот скренинг. Пренатальная диагностика. То есть есть сейчас тесты, которые позволяют по крови матери узнать там... Синдром Даммана, например. Есть у ребенка или нет? Да. Есть такие методы. Собственно, даже коммерческий продукт. Кто-то у нас уже даже продает это. А геном человека можно за 300 тысяч снять. Как-то геном-то тебе могут сочетать его, чтобы его... Ну вот с пониманием очень сложно, товарищи. Вот они сейчас поняли, что мы ничего не поняли. Сколько они потратили? 300 миллионов долларов. Мы поняли, что регуляторы надо было изучать. А является ли это каким-то шагом к решению задачи и клонирования? Пересекается вообще как-то? С клонированием нет, не пересекается. Собственно, с клонированием можно еще интересную историю посмотреть, что вот есть паркерскую природу, там кто-то взял древнюю ДНК, из нее восстановили геном динозавров. А как оказывается, это невозможно. Потому что древняя ДНК распадается, она очень короткая. То есть, когда ее выделяют, она уже короткая. И полный геном восстановить не удастся. Только какие-то очень маленькие куски. Никакой битуш, чтобы выключить зал. Нет. Оно распалось. А может, я не знаю, проект был. Я не знаю, с чем она. Я ее терял из виду. Может и получится. А сколько мы были лет назад? Ну, уже люди были. Они заставили терапию, но с правоправлением. Вот если они там где-то тысячу, возможно, удастся. Десять-сто тысяч ничего не получается сделать с этой ДНК. Она распалась совсем. Вот прямо в самом образце ДНК распалась из-за времени. То есть, вот есть человек, кажется, в Австралии, который занимается древним ДНК. У него есть огромный источник образцов. И он говорит, что если где-то десять тысяч, сто тысяч, то там длинка просто оно от времени фрагментируется сильно. То есть, какие-то образцы древнего человека тоже невозможны? Ну, вот если да. С какого-то момента это невозможно. Получается, у нас что там считается? Семьдесят тысяч, когда все из Африки вышли, да? Ну... Боюсь собрать. Семьдесят тысяч, да. Семьдесят тысяч, да. То есть, уже получается... Это когда же был Homo sapiens. Получается, уже то, что раньше было их уже, даже если там что-то найдут? Не, можно делать что? Может, там же маленькие фрагменты. Можно по этим маленьким фрагментам попытаться сделать какую-то науку. Я пока успешных проектов просто не знаю. Может, у кого-то сейчас есть, он сейчас опубликует, а кажется, что это успешно что-то получилось. Просто там у человека чем хорошо? То, что хорошо сделан геном человека, он практически весь восстановлен. Мы можем взять вот этих древних людей геномы, хотя они и фрагментированы, но мы можем найти области, где они расположены в этом геноме. Просто и понять, чем они отличаются на основе этого. А вот, например, геном, не знаю, динозавра, и вот с чем сравнят. Просто нет уже лейференца очень близкого к динозавру. С ящерицами? С ящерицами. Ну, они все очень далекие виды. С комота такие ящерицы есть, за опыт еще как называется, в Индонезии. То есть, они очень крупные, то есть там 1,5 метра. Ага. Дракон свистого комота, кажется, так что это называется. Ну, вот интересно, кстати, кто-то сделал Ругину. То есть, этот вопрос, кто-то взял, отсекренировал его, это же тоже целая тема. За это вам нужны деньги. То есть, как физические расчетов не подходят? То есть, там даже материальные образы совершенно? Есть у нас пока какие-то варианты. То есть, я считаю, вот в НГУ, на факультете инженерии и информатики, у меня есть кластер. Ну, не у меня, я пользуюсь кластером. Там есть узел на 1 терабайт оперативной памяти. Я считаю... Я не знаю, в Новосибирске есть ли у них достаточно исключительная память. Я знаю, у каких-то фирм есть, собственно, тоже узел с большой памятью. Какая технология у них есть? Что-то подобное для этих целей было. У меня в доступе пока вот эта машина, плюс еще есть машина в исплане тоже с 1 терабайтом. Я все машины, которые вижу, которые попадаются, на которых можно считать, пытаюсь как-то не получить труд. А там психоучики что-нибудь считают? Ну, конечно, много же людей хотят бесплатно считать наши функции. А так есть Амазон, например. Многие на нем считают, платят деньги и считают. В облаках. Да, в облаках считают. И они стабильные оказываются. А почему он у них оказывается стабильный? А если, не знаю, геномы двух людей соединить вместе, оно оказывается нестабильное, это я не знаю. А у растений вот это получается. И это главная загвоздка. И к тому же непонятно, как эволюционно этот процесс происходит тоже. Потому что никто не изучал еще это подробно. Потому что растения очень сложно изучать, потому что у них очень длинные геномы. Их только сейчас начали собирать благодаря новым технологиям. А так геном самого лучшего растения – это орбидоксис. У орбидоксиса небольшой геном для растений. Это где-то всего-то 170 миллионов паранабиатин. И уже 27 тысяч геном. А коммерческий интерес к изучению генома растений, наверное, есть? Есть. Определенных пунктов. Я не знаю, коммерческий интерес должен был быть пшеницей. Либо это в открытом доступе, из пшеницы лежит какая-то фигня. Либо это очень сложно. А рис? Рис есть. Рис очень хорошего генома сделала. Рис как раз очень хорошо сделала. Я не помню, кто делал, но… Ну, наверное, у них он сюда не пытается делать несколько разум. Но очень хорошо сделала. Рис. Рис. Аналогичный образ по геному растений. Почему у вирусов и бактерий он меньше? Рис. 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 Короче, хороший вопрос. Ну… Я не знаю, почему геномы увеличиваются. Собственно, наверное, потому что все-таки большая эволюция прошла. Потому что накапливаются куча повторов и куча последовательность! То есть там бактерии, возможно, были раньше, и ветка с людьми отвалилась, и в ней начала накапливаться куча вот этой ДНК. Ну, как бы такая гипотеза. Это хороший вопрос. Я не знаю, на него ответы. Могу спикулировать на это. Если рассудить логически, зачем вирусам нужен большой гено? По сути их задача это внедриться в клетку и нарожать побольше вирусов, скажем так. Да, это правда. Это разве не должно быть? В принципе, зачем тогда человеку такое количество гено, если там только один процент что-то кодирует, а все остальное как-то регулирует? И правда ли это регулирует, непонятно. Но как-то регулирует. Причем еще странная идея с этой регуляцией, то, что это не консервативно. То есть, соответственно, очень сильно от шимпанзе отличаются все эти кодирующие окнасти. То есть, если... Вот поэтому непонятно, правда ли это имеет какой-то эффект, либо если оно так сильно эволюционирует между разными видами, значит, может, это и никакого эффекта и правда не имеет. А они просто там, не знаю, шум намерили. Это просто такая точка зрения есть у части ученых, а есть это НКОЖ, что НКОЖ что-то не то сделал. То есть, ровным счетом, никто ничего еще не знает вообще. Ну да. Время так и есть. Это же тем же лучшим темам. Да, поэтому это интересная тема. Если бы все было известно, то этим не интересно заниматься. Каковы ваши перспективы, ваши прогнозы на будущее? Наши все-таки технологический прогресс, как-никак. Все хотят персональную медицину быстрее, чтобы мы могли определять, какими лекарствами лучше лечить того определенного человека в течение 10 лет. И вечную молодость. И вечную молодость. И вечную молодость, да. А как это? Ну, вечную молодость, я не знаю. В персональной медицине я... Сам медленность, да, можно быть. Я приблизительно не знаю. А если я сам медленность? Ну, нужна гипотеза, почему старение? Которые работают. У разных людей все как-то спорят. Узнашение организма, здоровение... Не совсем интересно. Ну, сейчас, естественная версия, это метаболизм все-таки. Метаболизм влияет на... Ну, есть такая, да. Хорошая версия. И этот ГВАС и делали же по-русски. То есть, брали людей высоких и маленьких, и пытались геномом коррелировать. Там корреляться 10%. То есть, там, у больших, то есть, у людей, которые высокие, у них геном там надеется. 90% разный. То есть, даже не так. В общем, по одинаковому снифону не удается получить хорошую проверляцию. Почему человек большой, исключительно по геному? Там еще, я не рассказал, там еще есть история с этой, с эпигенетикой. То есть, у нас же ДНК, оно может не изменять струк последовательность мономеров, а может химически модифицироваться. Там есть вот цитозин в валюновой мостике. Островки, которые могут метилироваться. То есть, на них вешается специальный химический модификатор, и, собственно, эти гены перестают работать, которые метилированы. Как это работает, тоже непонятно, но такой эффект наблюдается. То есть, еще геном как-то меняется за счет внешней среды. А у вас в презентации промелькнула, скажем так, такая вещь, как транспазон. Ну, из своих знаний я могу сказать, что это мобильный элемент ДНК, правильно? А вы могли бы побольше рассказать, собственно, для чего они нужны нам, людям? Мы считаем, что это мусор. Ну, то есть, в общее мнение, что это какой-то мусор, который, я не знаю, там, остатки вирусов какие-то. Они раком будут вызывать. Так они могут рак лечить? Нет, они геномы, они встроены в геномы. И они могут прыгать, то есть перемещаться, поменять свое местоположение. Они, допустим, могут в знаменитый по 53 ген прыгнуть, его сломать, и от этого начнется онкология. Но его в последнее время, насколько я знаю, используют для лечения рак. Ну да, их можно использовать все другом, да. Так я не знаю, а как это исполнить? Ну, видимо, это должен быть гены, я не знаю, те же самые. У всех метастаз очень нет гены? Я просто не понимаю, как это можно использовать, если у нас уже началось перерождение клеток, и мы просто во все клетки не можем вставить это генетическое лечение. Я вам точно сказать не могу, это крайне поверхностные данные, однако... Но есть идеи, наверное. Просто непонятно, как доставку делать. То есть, опять же, непонятно, для чего они нужны, и какова их функция. У нас пока нет вот этого метода лечения, который основан на какой-то вот такой штуке, который можно как флаг взять и всем рассказывать, что это работает и всех вылечит. К сожалению, такого нет. Есть вот, чем я занимаюсь и чем много занимаются, ищут биомаркеры рака. То есть, ищут какие-то изменения в динамике, которые точно говорят, что рак сейчас начнется. То есть, есть вот эти маркеры, которые предрасположены в карфу? Где, например? Ну, эта предрасположенность, она такая история. А есть вот... Но они достаточно как бы неплохой. Да, вот в карфу груди достаточно неплохой, да, маркер. В принципе, вот этот неплохой маркер. Намного маркеров странных. То есть, и с ними тоже надо разбираться. Я думал, я бы не лучше быть хоккеистом или фокклористом. Это же странно. Какие маркеры они для этого важны? Существует биохимию делать. Реакции. Все эти гормональные, биохимические процессы. Они всегда равны. У кого какая-то быстрая реакция, может, ему надо войти в авиадиспетч. Умедленно. Тут можно. Ну, мы не настолько хорошо знаем, как это работает, чтобы делать такие выводы. Не, ну сейчас-то естественно. Но я думаю, туда кто-то тоже будет копать. Да. Ну и... Я не знаю, какие... Должны быть специфические футбольные реакции, отличающиеся от хоккей. Нет, но это, конечно, тоже хоккеист. Но именно в плане, как... Таким организм, так быстро соображающий, медленно соображающий. Какая-то деятельность, такая более общая. Ну это да. В принципе, такое возможно, наверное. Что Вы можете сказать по поводу заболеваний, которые впоследствии уменьшают шанс появления рака? У какого-либо человека, например. Просто я, опять же, слышал поверхностно. То есть, это какие-то специальные мутации, которые... То есть, компенсируют мутации раковых клеток? Нет, они скорее защищают клетку от поломки заранее. Но они могут быть вызваны как? Собственно, это... Это может быть... Рак же может быть вызван еще вирусами, например. Они могут как-то... Ну это да. Это такая есть связь. Правда. Ну это уже каждый конкретный случай надо разбирать. Никакой в общей теории... Я знаю забавную теорию, что все эти классы дают очень плохие результаты. Поэтому возникла идея пистаза, она достаточно давняя. На тему того, что, возможно, есть мутации, которые что-то ломают, и вторая мутация, которую что-то ломает, она вдруг чинит вот эту предыдущую. И может поэтому мы столько всего находим, потому что там есть компенсирующие дуковые мутации, их надо получить и посмотреть на только те, которые не компенсируют.